Добрый день, уважаемые коллеги. Действительно, проблема диагностики меланцитарных образований в целом и меланомы кожи – это существенная проблема, в том числе и для морфолога. И некоторые моменты хотела бы сегодня с вами обсудить. Во-первых, хотелось бы анонсировать издание «Новая пятая версия опухоли кожи». Это классификация Всемирной организации здравоохранения в этом году вышла. Пока еще только в электронном виде, доступна на официальном сайте организации. Но скоро мы ждем и печатную версию. И вот хотелось бы пару слов о том, что появилось нового, что, может быть, претерпело некоторые изменения. В целом, надо сказать, что концепция, которая остается общепринятой среди экспертов, она не предполагает того, что между доброкачественными и злокачественными образованиями в целом нет никакого промежуточного состояния. То есть мы рассматриваем доброкачественный невус, в котором, как мы знаем, есть, как правило, одна мутация. Как правило, это мутация в кодоне виш-сотеогенобрав с одной стороны спектра. И инвазивную меланому с большим количеством мутационных событий с другой стороны. И периодически попадаются случаи, когда мы можем где-то вот на вот этих этапах, еще до того, как накопилось большое количество мутаций, до мутации в промоторе ТЕРТ, циклинозависимой киназе, увидеть образование, которое относится к так называемой серой зоне. То есть это промежуточное по своему биологическому потенциалу образование, которое ты уже не можешь считать невусом. Но, с другой стороны, они еще не являются злокачественной опухолью, не имеют способности к выраженному и быстрому неконтролируемому инвазивному росту, к гематогенному и лимфогенному метастазированию. И эта концепция нашла отражение, во-первых, с одной стороны, в расположении рубрик. То есть мы видим, что образование доброкачественного невуса находится вверху. Ну, группа меланцитом, которую раньше мы использовали как некоторое собирательное понятие, в которое включали все то, что не укладывается в какие-то определенные нозологии, определенные критерии этих нозологий не выдерживают. Мы назвали это собирательным меланцитомом. Сейчас группа меланцитом представляет собой конкретный перечень вполне себе конкретных нозологических единиц с характерными для них мутационными событиями, соответственно, с характерным фенотипом, иммунопрофилем и с разным прогнозом. В целом, надо сказать, что достаточно благоприятным. И теперь патолог не может назвать нечто меланцитомой. Нужно пояснить, что он имел в виду, и использовать дополнительные методы исследования для того, чтобы подтвердить свое мнение. По-прежнему считается, что меланома – это не одна какая-то опухоль, а это группа заболеваний, для которых характерен разный патогенез, разный исход, и даже есть мнение о том, что и разные клетки-предшественники. В частности, например, для меланомы кожи – это меланоциты, которые произошли от нервного гребня несколько другим путем, чем те меланоциты, которые являются предшественниками у виальной меланомы и меланомы, которая произрастает из голубого неоса. Но надо сказать, что действительно, если обратиться к генетике, то мы увидим, что и мутационные события совершенно разные, что в одной группе, что в другой. По поводу серой зоны хотелось бы еще пару слов отметить. По-прежнему ВОЗ предлагает использовать в тех случаях, когда образование не соответствует критериям доброкачественности или злокачественности, и для того, чтобы по возможности снизить межисследовательскую невоспроизводимость, опять-таки, с другой стороны, не заниматься гипердиагностикой и выделить группы, так называемые, интроэпидермальное меланцитарное образование и поверхностное меланцитарное образование с неопределенного значения. Здесь речь идет о довольно тонких образованиях, в первую очередь, которые мы должны дифференцировать с меланомой инситу, с одной стороны, и с диспластическими невосами с высокой степенью дисплазии, с другой стороны. Оба эти образования, интроэпидермальность, как следует из названия, располагается в пределах эпидермиса и не имеет инвазии за пределы базальной мембраны, а поверхностное – это то образование, которое располагается в пределах папиллярной дермы, что соответствует глубине инвазии по Кларку-2, однако не имеет выраженной цитологической АТП, признаков злокачественности, не обнаруживаются метозы. Эти образования, их неопределенное клиническое значение проявляется в том, что эти образования при нерадикальном иссечении могут рецидивировать или прогрессировать, но они не имеют потенциала биологического для того, чтобы распространяться гематогенным путем или лимфогенным. Также к этой категории относится меланцитарное образование с неопределенным потенциалом злокачественности, которое по-прежнему сохраняет в новой классификации свое место. Это образования уже более толстые. Мы их дифференцируем с инвазивными меланомами стадии выше Т1А. Их неопределенность заключается в том, что они потенциально способны метастазировать. То есть нужно иметь это в виду. И так как проблема невоспроизводимости, низковоспроизводимости по-прежнему занимает умы многих экспертов, хотелось бы предоставить вашему вниманию апдейт схемы, которая позволяет нам помочь клиницисту не мучиться в наших репортах, а каким-то образом унифицировать тот язык, на котором мы говорим, в силу того, что, например, если речь идет о толстых образованиях, инвазивных меланомах, для них практически в каждой стране есть какие-то национальные рекомендации, и к ним можно обратиться, и вполне себе понятно, что делать, если ты получил такое заключение гистологическое. Если же патолог пишет о диспластическом невосе с высокой степенью АТП, либо же он описывает меланцитомы, или атипические шпиц опухоли, в такой ситуации не вполне себе понятно, что нужно делать с таким пациентом. В этом плане по-прежнему и ВОЗ, и наш опыт говорят о том, что это очень полезно использовать, классифицирование не каких-то, не вполне себе понятно, гистологических клинических образований по классам МПДХ, что дает возможность и клиницисту понимать, что делать в дальнейшем с этим пациентом, и каким-то образом в какой-то сложной ситуации для диагностики помочь выйти из вот этой проблемы, когда одному кажется, что это все еще невос, пусть и с высокой степенью дисплазии, а другому эксперту кажется, что это уже меланома инситу. Также в этой классификации впервые, извините за маленький текст, появились вполне себе конкретные критерии для патологов. То есть мы видим часто в своей практике, что диспластическими, атипичными невосами называют все подряд, в том числе очень маленькие образования. Хотя мы знаем, что по критериям Международного агентства по изучению рака, как правило, это образование больше 5 мм. И в этой классификации мы видим критерий по размеру в том числе тоже указан. То есть так или иначе прийти к какому-то общему языку, что между клиницистами и патологами, что между патологами разными, эта схема вполне себе может помочь. И сегодня мы хотели еще поговорить несколько о меланомах глаза. Надо сказать, что они глобально очень разные. То есть меланомы-конъюнктивы по своему биологическому профилю больше похожи на меланомы кожи. То есть там чаще всего встречаются BRAF-мутации, N-RAS-мутации и другие. В то время как для увиальных меланом в большей степени характерны в подавляющем большинстве случаев мутации в гене, кодирующем гуанин, связывающий белок, BAP-1-мутация, что делает их, как я уже говорила, очень похожими на голубые невосы. И определяет их несколько отличный от меланомы кожи фенотипы иммунопрофиль. По-прежнему нет какого-то, как для меланомы кожи, очевидного фактора, который вызывает патогенез. То есть это меланомы, которые не связаны с ультрафиолетовым излучением. В их мутационном профиле отсутствует так называемая ультрафиолетовая сигнатура. Но мы знаем, что в основном это пациенты более старшей категории, как правило, со светлой кожей, как правило, имеющие большое количество невусов на поверхностях кожи. Как я уже говорила, для таких образований характерна мутация в BAP-1. И если говорить об особенностях гистологической картины, то мы пытаемся дифференцировать увиальные меланомы по их цитологическим характеристикам. Чуть позже я скажу, для чего мы это делаем. Как здесь указано, они существуют веретиновидные, эпителиоидно-клеточные, смешанные и имеют вполне себе характерную гистологическую картину. То есть на левой картинке вы видите эпителиоидно-клеточные меланомы, посередине веретиноклеточные, ну и вот здесь видно, что это бифазного строения опухоль с эпителиоидно-клеточным компонентом и веретиноклеточным. Если при использовании профилирования экспрессии генов можно разделить на несколько классов увиальные меланомы по их способности к метастазированию, по сути, определить степень благоприятности прогноза для пациентов. В том случае, ну как мы знаем, это, к сожалению, на данный момент не везде, не во всех учреждениях доступно, поэтому мы по-прежнему используем в том числе гистологические факторы прогноза, которые мы можем, ну, в общем-то, недурого описать совершенно. В частности, например, когда мы описываем цитологические характеристики клеток, то мы тем самым можем косвенным образом оценить прогноз. Например, для меланом, которые преимущественно состоят из веретиновидных клеток, пятилетняя безрецидивная выживаемость составляет около 88%. В то время как меланомы увиальные, в которых преобладают эпителиоидные клетки или это смешанные формы, пятилетняя выживаемость уже будет около 60%. То есть это своего рода способ оценить прогноз при отсутствии возможности градировать пациента на классы по их различным мутационным событиям. Также патолог должен в своем репорте обязательно указать размер опухоли, количество метозов, выходы за пределы экстракулярного распространения. И крайне неблагоприятные прогностические критерии – это потеря экспрессии БАП-1. Он также связан с повышением риска развития метастазов. Хотя мы и так знаем, что увиальная меланома метастазирует в 50% случаев. Как правило, это метастазы в печень, в легкие, в кости. То есть это малоприятное образование. Но БАП-1 – это недорогой способ описать, по крайней мере, еще один прогностический фактор для конкретного пациента. Спасибо вам большое за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...